В мае 1899 года Самара, как и вся страна, праздновала столетие со дня рождения Пушкина. К этому событию городская училищная комиссия разработала целую программу пушкинских дней. В городском театре и в Доме трудолюбия прошли народные чтения и литературно-музыкальные вечера. Учащиеся школ и училищ города получили потомику стихотворений поэта, а в одном из районов города даже открылась библиотека, названная Пушкинской. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Пушкинскому юбилею был обязан своим рождением и Самарский семейно-педагогический кружок, идея создания которого возникла весной 1901 года. А уже 13 сентября этого же года состоялось организационное собрание этого кружка, который открыл председатель губернской земской управы Карамзин. Среди учредителей этого кружка числились управляющий акцизными сборами котельников, начальница женской гимназии Алымова, дворянин Племянников, управляющий Самарским отделением Государственного банка Ершов и многие другие известные в Самаре люди. Самое активное участие в деятельности этого нового общественного начинания принимал купец первой гильдии Альфред фон Вакана, владелец пивоваренного завода в Самаре. Он отдал на нужды кружка половину своего дома с садом на углу Оренбургской и Уральской улиц и ежегодно выделял по тысяче рублей на нужды кружка. В эти же дни начала меняться судьба пустыря за городским театром, где был устроен праздник древонасаждения. В этот день учащиеся гимназий и училищ города под руководством опытных садовников и учителей высадили здесь молодые деревца и саженцы, выписанные специально для этого из Саратова. Так возник сквер, вскоре названный Пушкинским сквером семейно-педагогического кружка. В следующем, в 1902 году, был подготовлен и опубликован устав семейно-педагогического кружка. А осенью того же года на заседании был избран совет. И с этого дня было предложено считать действия кружка открытыми, о чем и было доложено губернатору. Устав семейно-педагогического кружка предполагал проведение различных мероприятий, касающихся проблем воспитания детей, взаимодействия школы и семьи, воспитания лучших чувств в подрастающем поколении. В уставе было прописано, что подразумевается проведение различных мероприятий по темам семейного воспитания. Также это предполагало создание библиотек целевой направленности. Кроме того, различных мероприятий в школах, в гимназиях, в реальных училищах. Кроме того, кружок предполагал собрания, на которых читались различного рода рефераты. Собирался кружок в сквере имени Пушкина, который потом так и стал называться сквер семейно-педагогического кружка. Пушкинский сквер. В 1902-1903 годах состоялось несколько заседаний семейно-педагогического кружка, на которых ставился широкий круг вопросов, среди которых были очень принципиальные. Например, такие, как взаимодействие семьи и школы, или морально-этические нормы среди учащейся молодежи. Проходили эти заседания на квартирах членов кружка или вот здесь, в земской управе. Народа на заседания собиралось много, и прения были самыми горячими. На собрании кружка можно было наблюдать, что для одних из его членов общее собрание служит местом обмена мнениями по самым животрепещущим общественным вопросам. А для других эти же собрания были аудиторией, где разбирались вопросы, о которых в других местах чаще всего молчали. Так, в октябре 1902 года некто Гаврилов выступил с докладом о влиянии обстановки на успешность обучения гимназистов. А Челноков представил другой доклад об изучении психологии учащихся школьного возраста. В январе 1903 года управляющий акцизными сборами котельников представил свой доклад о значении искусства в деле воспитания. А уже в феврале этого же года Александра Леонтьевна Толстая выступила с сообщением о вреде сказок для детей младшего возраста и об их значении для детей старшего. В марте на заседании кружка выступил господин Быстрицкий, который представил доклад, рассуждая о современном воспитании в связи с положением женщины в нынешнем обществе. Выступали на заседаниях и другие котельников, Смирнов, Ершов, и каждое заседание заканчивалось страстным спором. Александра Леонтьевна Толстая публиковала реферат о влиянии сказок на детей младшего школьного возраста и детей старшего возраста. В этом реферате она указывала на то, что для младшего возраста, как это ни странно, сказки не полезны. Сказки привносят элемент, так сказать, отстраненности от реального мира. И сам мир, который окружает ребенка, он не враждебен ему и воспринимается всегда с открытыми глазами, открытым сердцем. И здесь, в этом мире, очень много всего удивительного. И для этого не нужно погружаться для ребенка в какие-то сказки. Но, с другой стороны, для старшего школьного возраста сказки имеют нравственные, воспитательные значения. Здесь они уже просто необходимы. На мой взгляд, это отражается в творчестве Алексея Толстого. Дело в том, что если мы возьмем даже самое детское произведение «Золотой ключик», «Приключения Буратино», там как раз проводится мысль, что ребенок должен быть честным, отважным и высоконравственным человеком. Пусть это в какой-то такой игровой форме подается, в форме каких-то приключений, но именно Буратино здесь находит себя как человека. В конце концов, наверное, этот деревянный человечек становится человеком как таковым. То есть он обретает свою нравственную основу. С другой стороны, например, в той же трилогии «Хождение по мукам» это тоже прослеживается, что, несмотря на все те перипетии, которые были в нашей стране, люди должны оставаться людьми. У кого-то находится на этой силе, у кого-то нет. Но там важно то, что человек, который готов к различным изменениям внешним, при этом может оставаться внутри себя таким же честным человеком, каким его воспитали его родители. Что касается родителей юного Алексея Толстого, то они не просто входили в этот кружок, но и принимали в его жизни самые деятельные участия. Так, в сентябре 1902 года Алексей Павлович Бостром и Александра Леонтьевна Толстая на одном из заседаний кружка были выбраны в его действительные члены. Членство в семейно-педагогическом кружке нашло самое подробное освещение и в их переписке. Так, в мае 1903 года Бостром рассказал в письме о жене, что читал на заседании кружка свою, как он выразился, статью, что говорит родительскому сердцу рассказ Андреева в тумане. Статья членов кружка заинтересовала, и они просили его продолжить. А уже через неделю, 19 мая, на заседании кружка было прочитано продолжение этой же статьи. Что касается меня, писал Бостром, я доволен и злил то, о чем думал. А уж кому понравилось или не понравилось, это дело вкуса. И примерно тогда же он рассказал о том, что состоялось другое заседание, на котором его усиленно вызывали в председатели. Но я уклонился, пишет Бостром, а вот в секретари пошел. А уже с ноября 1904 года характер рассказов и сообщений Бострома о жизни кружка изменился. И теперь он рассказывал не о докладах и о прениях, а по его собственному выражению о закулисной жизни Совета. Так, осенью 1904 года он рассказал жене в письме об уходе Котельникова с поста председателя и о его новом возвращении на этот же пост. Противники Котельникова, понимая значение капиталов Вакана, все-таки не хотели бы, чтобы он вовсе уходил с поста председателя. Котельников же не хочет быть простой ширмой в их руках. Все это нехорошо, подспудно и нечисто. Как после этого уважать лучших людей из бюрократии, писал Бостром. Алексей Павлович Бостром, отчим Алексея Николаевича Толстого, написал замечательную статью в журнале «Образование». Она так и называлась «Что говорит родительскому сердцу пояс Леонида Андреева в тумане». Алексей Павлович рассматривает тот вопрос, что как в интеллигентных, порядочных семьях может вырасти человек, который совершит просто ужасающие преступления. В своей работе он очень подробно исследует эту тему, основываясь также на работах эволюционистов, на работах светил социальной науки того времени. И делает вывод, что родители не должны ничего категорично запрещать, когда молодой человек растет. Кроме того, не ограничивать его свободу. Если приходит время сделать выбор, всегда помочь найти правильную дорогу. Интересным и, наверное, каким-то таким новаторским до того времени было то, что Алексей Павлович Бостром предлагает родителям идти в ногу со временем, интересоваться теми знаниями в области педагогической науки или в области воспитания детей. Всегда прислушиваться к тому, что говорят им дети, чтобы на основе этого быть в курсе их движений мыслей, движений чувств. И в любой момент, чтобы родители могли вмешаться и предотвратить какие-либо противоправные действия. В ноябре 1904 года на ограждении вот этого сквера из штокетника все еще можно было видеть надпись, что это сквер семейно-педагогического кружка. Тем временем, самарский губернатор уже доложил министру внутренних дел, что собрание кружка, благодаря участию в нем лиц сомнительной политической благонадежности, приняли вредное противогосударственное направление. Это направление выразилось в частности в том, что 19 ноября собрание кружка вылилось в явную антиправительственную демонстрацию. Началась эта демонстрация с разбрасывания листовок, из криков, а закончилась тем, что участники собрания вышли на улицы с криками «Долой самодержаве!», пением революционной «Дубинушки!» и прошли по городу. А в декабре 1904 года Бастром так рассказал жене о закрытии семейно-педагогического кружка. Тяжелым временем легло на Самару запрещение нашего кружка. Но, что всего обиднее, для очень многих это приятно, для тех, для кого подлинная радость жизни состоит в ее повседневности. Но даже впав в немилость, семейно-педагогический кружок не исчез бесследно. В самом конце 1904 года по инициативе его членов первый бюст поэта появился на балконе Народного дома, получившего название Пушкинского. А примерно полгода спустя авторская копия этого бюста, работы скульптора Вадима Николаевича фон Рейтлингера, появилась вот здесь, в углу этого сквера, за городским театром. Мы будем счастливы. Благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. На веки вечные мы все теперь в обнимку на фоне Пушкина. И птичка вылетает. А с вами был Михаил Перепелкин.